Теперь, хочу с вами поговорить вот на какую тему. У нас сегодня будет такое служение, немножко... Ну, будет учение, конечно, какое-то, но будет сегодня некоторый ответ на вопрос, потому что мне задали вопрос по поводу того, что мы с вами обсуждали на домашней группе. Я напомню для тех, кто не был, что очень важным моментом во всем нашем служении было то, что к нам приехал пророк. И я говорил о том, что пророк приходит, обычно, в двух случаях. Первый случай, когда приходит пророк, это когда все плохо. Мы читаем же Библию, да? Пророк приходит, когда все плохо. Или пророк приходит, чтобы возвестить, насколько все будет хорошо. То есть, он приходит либо сказать, покайся, и Бог все еще с тобой, или приходит сказать, Бог больше не с тобой. В тех и в других случаях нужно принимать волю Божию. К нам пришел пророк и сказал, что Бог с нами, и в этой церкви есть помазание, и в этой церкви есть будущее. И когда мы говорили о том, какое будущее и какое служение из этой церкви, возможно, я был неправильно понят, и, может быть, неправильно было понят то, что произносилось здесь с этой кафедрой. Я хочу уточнить. Церковь, я напоминаю, это не здание, это не стулья, не музыка, громкая или негромкая. Это люди, в первую очередь. Церковь есть собрание. Когда мы, вообще, я не люблю это слово церковь, как описание того, чем мы занимаемся, в чем мы живем, я люблю слово община. Почему община? Потому что мы имеем что-то общее между собой. Это нас объединяет Иисус, и поэтому слово община больше подходит. Слово церковь у большинства людей ассоциируется именно со зданиями, с храмами, с крестами, с иконами и со всем остальным. И когда спрашивают, входим ли мы в церковь, имеется в виду соврание. А на самом деле мы же живем в церкви, мы живем в сообществе, в общине. И поэтому то, что я хочу сказать, что первое, у нас церковь в первую очередь для людей, естественно. Во вторую очередь это церковь людей, которые будут осуществлять определенную миссию. Теперь какую миссию люди будут осуществлять, которые будут сюда приходить, те, которые уже здесь есть. Об этом не я должен говорить, об этом говорит Писание. И Писание говорит нам следующее, я хочу, чтобы мы с вами открыли первую коринфину, первую открытку коринфина. Может, к этому сразу дополнение? Потом. Мы потом поговорим, я с удовольствием это все обсужу. Значит, первая открытка коринфина. Это я что-то, слово игерет, знаете? Игерет в современном иврике используется как открытка. А в старом иврике используется как послание. Поэтому мы открываем первую открытку. В 12 глава, ну, скажем, седьмого стиха. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцеления, тем же духом. Иному чудотворения, иному пророчеству, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. И все в себе производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Окей? То есть мы сейчас с вами проговорили о дарах духовных. Не то, что это только дары. Здесь в каждом из этих даров есть еще и служение. То есть кто-то должен служить своим словом, кто-то должен служить своим, может быть, опытом, кто-то должен служить своими какими-то другими талантами. Но по факту получается, что дух дает нам каждому служение. И в этом и заключается наша миссия. Каждого из нас. То есть распознать свои духовные дары. Распознать, какие таланты Бог нам дал, для того, чтобы мы в них развивались дальше. И в той же главе, с 12 стиха начиная, здесь расписываются, какие есть еще таланты. И один из этих талантов и даров называется дар вспоможения. Не буду вас долго утружать всякими психологическими изысканиями. Я просто скажу, что дар вспоможения на сегодняшнем языке звучал бы как администрация. Что такое администрация? Это все, что касается организации деятельности той или иной структуры. Церковь, как сообщество людей, она тоже имеет структурную последовательность. И поэтому здесь тоже нужно применение даров администрирования. И это опять же тем же духом дается. Например, я знаю точно, что я могу генерировать какие-то идеи, но исполнять, чтобы их качественно, нужен человек, который одарен возможностью эти идеи исполнять. Я, например, знаю, что есть люди, которые умеют играть на музыкальных инструментах. Я тоже умею подыграть на музыкальных инструментах, на двух аккордах. Но это не мое призвание. То есть это не моя миссия на данный момент делать какие-то музыкальные вещи. Поэтому нам каждому нужно определиться с дарами. Как это сделать? Мы об этом будем разговаривать еще. Это не сегодняшняя тема проповеди. Но как определиться в дарах? Об этом будем говорить. Могу только сказать маленькую подсказку. Начните служить. Когда человек начинает служить, он начинает вдруг выяснять с помощью, во-первых, того, что у него получается. Во-вторых, люди ему скажут, в чем у него проявляются те или иные таланты. Когда нам люди говорят, это то, что в нас конкретно видят. И если в нас это видят, соответственно, мы в этом можем двигаться. И это и будет нашим призванием. Но это призвание как бы наше относительно людей. Относительно людей, которых мы будем здесь встречать с вами. Напоминаю, что это не мы приводим людей в церковь, а Бог прилагает спасаемых. Нужно об этом не забывать. Иногда мы обижаемся. Но нужно не впадать в какую-то крайность. Когда, знаете, говорят, вот я стольким уже проповедовал, а они не приходят. Вопрос, хочет ли Бог приложить этих людей в церковь. Если да, то когда. И если нет, то как бы, ну, значит, воля его. Понятно, что Христос умер за всех, и у всех есть возможность покаяться. Но каждому нужно свое время для этого. Понятно, что мы хотим всех видеть, поэтому у нас есть списки, есть тетрадки. Мы хотим всех видеть в числе покаявшихся. Но не всегда это получится. Нам нужно просто идти и продолжать. Нигде нам не сказано в Писании, что мы должны действительно уговаривать кого-то прийти в церковь. Мы должны идти и делать учеников. Учеников можно делать только в одном единственном случае. Это уже как бы не из Библии цитата, а известная цитата неизвестно кого, Которая, говорит, учитель приходит, когда ученик готов. Ученик должен быть готов. Если ученик готов, придет учитель. Вот все люди, которые пришли и стали апостолами, Они были готовы для того, чтобы Иисус пришел и сказал, Пошли, я сделаю вас ловцами душ человеческих. Они были готовы. Они оставили кто-то крупный бизнес, кто-то свое теологическое учение, Кто-то работу на кесаря, например, там, сборщика налогов. Кто-то оставил свои блудные дела, как то, например, Мария Магдалина. И так далее. И они пошли. Они были готовы. Они готовились к этому. Они ждали, они хотели перемен. И поэтому, когда мы идем разговаривать с людьми, Мы должны искать людей, которые ищут перемен. Поэтому нужно всегда просить воли Божьей на то, Чтобы была возможность посредствовать этим людям. Теперь, как вот это вот великое поручение есть у каждого из нас, И мы будем прилагать сюда, к нашей церкви людей, Бог будет прилагать к нашей церкви людей, А мы будем их здесь встречать, обучать, Наставлять, ободрять, Каким-то образом влиять на их мировоззрение нашим свидетельством собственным. Мы побеждаем уже не своим опытом, Мы побеждаем в своем свидетельстве своего. То у церкви тоже есть свое предназначение. И здесь я хочу, чтобы мы с вами открыли 55-ю главу Книги пророка Исаии. И здесь написано, Ну, в принципе, тут вся 55-я глава об этом говорит, Но я конкретно сейчас говорю о миссии, Которую, вот меня спрашивали, Откуда видение? Видение вот откуда. Во-первых, здесь идет пророчество о миссии. И 5-й стих этой главы говорит следующее. «И вот ты призовешь народ, которого ты не знал, И народы, которые тебя не знали, Поспешат к тебе ради Господа Бога твоего И ради своего Израилева, Или святого Израилева, простите, Ибо Он прославил тебя». Кому это обращение? Это обращение не к конкретному человеку, Это обращение к Израилю. То есть к людям, которые уверовали в Бога, Чей это Бог? Наш Бог Израилев, правильно? И если мы с вами являемся теми, Чей Бог Израилев, Нас Бог прославил, То мы читаем с вами в Новом Завете, Что кого Он призвал, Того и оправдал, Того и прославил, И уподобил сыну своему, То, соответственно, здесь идет послание к нам. Не как к конкретному индивидуальному человеку, А как к церкви в общем. То есть мы да призваны к тому, Чтобы призывать народы, Которые придут ради имени Господа Суда. Не ради нас, Не ради того, чтобы посмотреть, Кима классные и красивые, Ради имени Господа, Который призывает их сюда, Чтобы здесь явить свою славу. И отсюда видение, Что придут народы, Придут народы и будут прославлять имя Господа здесь, Вместе с нами. Но не потому, что мы, А потому, что Бог обращается к нам, Чтобы мы их призвали. Мы призываем их не к себе, Мы призываем их к Богу. И Бог избрал эту землю, Ну так получилось. Не Сеул Он избрал, Не Вашингтон, Не Нью-Йорк, Не Москву даже. Он избрал Израиль. Местом, где все началось, И все закончится. И об этом мы должны проповедовать. Но проповедовать об этом мы будем уже, Не как индивидуальный человек, А как церковь. Кто-то послужит тем даром, Который у него есть. Может быть, словом мудрости, Может быть, словом знания. Я могу вам просто сказать одно, Одно такое свидетельство. Когда у нас, Только начиналось это служение, На которое, в общем-то, Благоставляли нас в свое время. Служение народным. Приезжали сюда разные люди. Разные люди приезжали сюда, И у этих людей был разный настрой. Вот реально разный. Кто-то приезжал сюда, Им все не нравилось. У нас даже там бунты были. Кроватные. Кто где будет спать. Кому-то приезжали люди, Которые вообще ничего даже не знали. Ну, Израиль, ну, 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 Израиль. Ну, окей. Были люди, которые влюблены В эту страну заочно. Разные были люди. Но проходила неделя, Там, 10 дней, С том, как мы здесь были. И наступал день расставания, Когда им нужно было, Сможем было посадить в машину И отправить в аэропорт. И это были получасовые обнимашки И рыдания. И мы не хотим уезжать, И мы приедем еще. И они вот сейчас вот были опять здесь. Я с ними встречался в Иерусалиме, Молился за них. Израиль меняет людей. Но не потому, что это Израиль, А потому, что здесь Бог. Здесь Бог. Он избрал это место. Он избрал Иерусалим. Он показал Аврааму, Куда нужно прийти И доказать свою верность Богу. Это было в Иерусалиме, На горе Мурья. И в этой стране Бог меняет сердца. Конечно, я не говорю, Что Он не меняет сердца на Камчатке. Я не говорю, Что Он не меняет сердца Где-нибудь там в Сиэтле. Он меняет сердца везде. Но здесь Он меняет сердца по-особенному. И поэтому я, когда уже несколько дней Читаю эту главу, И сегодня я решил обратить это внимание. Потому, что вчера мне задали вопрос. Мне сказали, Ну, почему? Ну, как бы, я не вижу себя в этом. Я не хочу, как бы, этим. Я хочу спасать людей. Я хочу обращаться к сердцам людей. Помогать и так далее. Это классно. Это то, чем мы должны заниматься. Это наша личная миссия. Моя, твоя, твоя, твоя. Как личная. Но есть у каждой церкви свое направление. Да, мы знаем, что церкви очень много. И дай Бог, чтобы открывались еще церкви. Потому, что невозможно, чтобы одна церковь замечала все. Невозможно, не может печень в организме человека Нести функции почек. Или желудка. Она должна быть. Печень должен быть отдельно. Желудок, отдельно почек. Писание же об этом говорит, Что все мы порознь члены одного тела. Но все вместе мы одно тело. И у каждого из этих членов тела Есть свое направление. И наше направление. Пока, на данный момент, возможно, что-то поменяется. Нужно быть к этому, кстати, готовы. Мы должны быть гибкими. В этом плане. Потому, что, возможно, все поменяется. Бога свои планы. Он написан, что его мысли не наши мысли. Так он говорит. И дела наши не его дела. Возможно, все поменяется. Возможно, он придет и скажет, Смотрите, вы больше этим не занимаетесь. Вы занимаетесь теперь вот этим. Мы должны быть готовыми пойти на новую миссию. Я не думаю, что Петр, который всю жизнь верил Богу Израилу, Читал Тору, ходил в Синагогу, Искал миссию, Не сообщался с язычниками. Он даже возмутился там, Когда Иисус разговаривал с самаритянкой. Я не думаю, что он когда-нибудь вообще мечтал о том, Что ему придется увидеть во сне, Ну, не во сне, а в своей молитве, В выступлении, как написано там, Вот эти вот животных чистых и нечистых. А потом ему еще и Бог обличит. Он скажет, знаешь что, Не почитай нечистым то, что Бог очистил. То есть Бог может очистить то, Что раньше называлось нечистым. И у Петру совершенно не было понятно, Что ему теперь вдруг Из самого верного ученика, Которому сам Бог заповедал, Что, паси овец моих, Придется теперь идти к язычникам И менять все, что ему нужно было делать до этого. Понятно, что мы знаем только один случай, Когда он был у язычников. И он не является апостолом язычников. Апостолом язычников является кто? Павел. Не обратили внимание, почему именно Павел? Петр проповедовал только в одной семье. У корнили. А почему Петр, Павел, Стал апостолом язычников? Большому поскольку. Больше мы подходим. Одежда у него соответствующая. Стиль. На самом деле, Павел является апостолом язычников, Потому что он был из фарисеев. Фарисеи до сих пор считают, Что контакт, сообщение с язычниками, Это большое сквернение для евреев. До сих пор так считают. И большая разница, знаете, Есть так называемые мессианские движения в иудаизме. Слышали про такие? Они никакого отношения к христианам не имеют, Чтобы вы понимали. Они мессианские. В чем основная разница между ними и нами? И они мессианские, и мы мессианские. То есть они как бы христиане, От слова Христоса, от слова помазанник. И мы христиане. В чем разница? Разница в том, Что и те, и другие, Зная, Что Мессия придет На землю Для того, чтобы совершить окончательный суд Над народами И воцариться здесь, как царь. Они считают, Что это зависит от каждого из нас. Почему они так радуют, Чтобы все вернулись, Так называемую хазарабы, Чува сделали? Потому что они считают так, Что если ты еврей, И до сих пор еще не ходишь в синагогу, Не носишь кипу, Не надеваешь талии, Ты не молишься возле стены плачем, Ты задерживаешь приход мессии. То есть получается, Что Бог действует по воле человека. Мы считаем, Что Бог действует по своей собственной воле. Он абсолютный самодержец, Самодостаточный причем, Которого есть свои планы, У которого есть свои сроки и времена, И Он придет независимо от того, Насколько мы грешим. Он придет. Единственное, что объединяет нас с ними, Что суды отодвинулись. Окей? То есть мы должны, И поэтому Писание говорит, Что мы должны каждый сам за себя Давать ответ Богу. Почему я сейчас об этом говорю? Я говорю вам о том, Что Павел был вот таким фарисеем. Для него общение с язычниками, Это было, ну просто, Последний грех, наверное. Потому что, Все фарисейство стоит на словах Библии, И написано, Вы мне будете народом избранным, И царственным священством. Народ избранный, Это значит, Тем более царственное священство, Это значит, что я не должен соприкасаться ни с кем, Кто находится вне скиней. То есть получается, Что еврейская вот эта вот Лжеизбранность, которую они себе нарисовали, Она неправильно была понята изначально, Хотя древние толкователи Библии говорили, Что избранность заключается в том, Что нас избрали для миссии. Они избрали быть неприкасаемыми. Поэтому наша задача, Как у Павла сегодня, Понять, что Бог может в одну секунду Все поменять. Смотрите, что с ним произошло. Он шел гнать церковь Божью, Тот, чью церковь он шел гнать, Сделал его слепым, Явился к нему, Возвал к нему и сказал, Пойди и покаяние прими. От кого? Сделай покаяние кому? Человеку. В это время он является человеком И говорит, А на небо мы его звали, да? Если я не ошибаюсь. В Дамаске. Он говорит, Пойди, Приди к этому монстру, Которого я уже подготовил, И прими у него покаяние. То есть, Бог не захотел, Чтобы Павел там покаялся И сказал, Господь, прости меня. Он захотел, Чтобы был свидетель из живых, Ныне находящихся на земле, О своем покаянии. Бог меняет его местами. Раньше он был на стороне фарисеев, А теперь ему пришлось стать врагом фарисеев. Не потому, что он не любил фарисеев, Он любил всех одинаково. Но фарисеи объявили его врагом. И теперь, Тогда он сидел, Опять же, кажется, В Дамаске, Если не ошибаюсь, Пришел туда кто-то, Из пророчествующих, Увидел пояс его, Связал руки себе и говорит, Вот так свяжут тебя. Он говорит, О, теперь я точно пойду. Теперь, говорит, Я точно пойду. Потому что Бог через пророков, Через Слово, Через свои откровения Меняет наши пути. Нужно быть к этому готовы. И когда Иисус посылал нас на свои дела, Он до сих пор, кстати, говорит нам, Что нам нужно идти. Он говорит, Не берите с собой ничего. Почему Он говорит, Не берите ни денег, ни суммы? Как вы думаете? Теперь он все обеспечит. Это понятно. Но почему он это говорит? Почему мы должны надеяться на его обеспечение? По одной простой причине. Когда мы имеем с собой багаж, Мы к нему прикипаем. Он нас тянет. Да, но он нас тянет. Мы в некоторые двери просто не пройдем. Помните, да, Какого в Винни-Пухе там мульчика? Да? Это все от того, Что у кого-то слишком узкие двери. Нет, это все от того, Что кто-то слишком много ест. Нельзя носить с собой багаж. К багажу мы прикипаем. И нам очень сложно поменяться. Вы знаете, Даже если брать мирскую практику, Большие компании, Крупные компании и производители, Которые укоренили, Сделали большой акцент на том, Чтобы укоренить свое производство В чем-то, В чем они были уверены, Сегодня мы их уже не видим на рынке. Потому что они не смогли поменяться, Они не смогли перестроиться. Мы живем в Божьем царстве, И Бог наш, Бог Израилев говорит, Все творю все новое. Что это значит? Это значит, Что Он творит все новое Каждую минуту. И нужно быть мобильным И в своем образе мышления, И в своем поведении, Чтобы понять, Когда нужно поменять свое направление. Чтобы понять, Когда нужно поменять путь. И поэтому на сегодняшний день, Когда мы говорим с вами о миссии, О том, Что придут народы, Они придут, Потому что мы Получили такое помазание, И нам нужно будет Быть готовы, Потому что они придут К Богу сюда, И мы должны будем Являть им свое известие. На данный момент Это то, Что Бог от нас хочет. Я молюсь для того, Чтобы мне Бог открыл, Как это все будет происходить. Потому что в общих чертах Все понятно. Но когда дело касается частностей, Начинаешь говорить, А это как? А это как? А это как? И не понимаешь ничего. И тогда, Вы понимаете, Бог, зачем ты мне даешь Такое видение, Если я не в состоянии Понять, Как все это будет в мелочах. Вы знаете, Когда я читал Сейчас у него быть я, Там написано И у Авраама тоже. Авраам, Я как бы сначала думал, Что это я в Боге усомнился, что ли? Потом читаю, Авраам тоже сказал, Господь, Я, конечно, Ну, это я перевожу На современные языки. Я, конечно, Доверяю, Но вот хотелось бы подтверждение. Тогда Бог ему сделал подтверждение, Он заключил с него Односторонний завет. Пока со мной Бог Односторонних заветов не заключал, Но я стою на другом обетовании. Та же самая Писать пятая глава Исаии. Вкройте, пожалуйста. Третий стих написано. Преклоните ухо ваше И пойдите ко мне. Послушайте, И жива будет ваша душа. И дам вам завет вечный. Неизменные милости, Обещанные Давиду. Понятно, что речь идет Не о завете со мной. Да? Речь идет о завете с Давидом. И речь идет о том, Что Иисус придет И этот завет исполнит. Это и есть тот самый Новый завет, О котором пишет Вся Библия. Окей? Но я знаю, Что если этот пророк Пообещал людям, Верующим в него, Написано, Что не видел того Не видел того глаз И не слышал того, Что приготовил Бог, Любящий в его. То этот завет Относится и лично Ко мне тоже. Потому что я знаю, Что Иисус за меня умер. Он для меня воскрес. Окей? Поэтому Я сейчас стою На этом завете Я услышу. Именно преклоните Ухо свое И придите ко мне. Я хочу его слышать. И поэтому Вот эти вот вещи, О которых мы говорили На домашках, Потому что нужно Двигаться поэтапно. Мы на самом деле Немножко не оттуда начали. Нужно было не с тетрадок Начинать и молитвенных цепочек. А с тренировки Служить Богу. Это первый этап. Первый этап Это служить Бога. Где его нужно служить? Его нужно служить в посте. Поэтому я предлагаю вам Присоединиться К этому, К этой цепочке Постов. То есть выбрать себе Один день В день В неделю Когда мы будем 24 часа В покое. Причем смотрите Какая интересная вещь. Я не знаю Как вы работаете. Но если Ваша работа Связана с постоянной Суетой В этот день Лучше пост не брать. Потому что Мы не услышим Бога. Мы будем служить суету. И наш пост Будет проходить Очень тяжело. Нужно Выбрать такой день Для поста В который мы будем В который мы не будем Слушать суету. В который мы действительно Сможем услышать Бога. И это не просто так. Это не просто слова. Я пробовал брать посты В суетные дни. Вроде как пост проходит быстро. Но Бога не слышишь. Вокруг одна суета. Люди какие-то ходят. Какие-то Очередные там проблемы Еще что-то. И заканчивается пост. И ты ушел голодный И физически. Еще и духовный. Вообще ничего. Ни уму, ни сердцу. Поэтому Посмотрите Когда у вас Самый спокойный день в неделю. Такие дни есть. Даже на суетной работе. И в этот день Возьмите пост. И постарайтесь Весь день при этом Служить Богу. Получится с первого раза? Не получится. Если получится, хорошо. Но не получится. У многих. Нужно просто привыкать к этому. Это привычка. Привычка формируется. Это навык, который нужно в себе развивать. Пророк Самуил Напомню вам. Когда он оказался в храме И спал Возле Где он там спал? По-моему, возле Жевтыни. Когда он спал? Бог ведь к нему приходил. И говорил с ним. А он боялся его слова. Он понимал, что это Бог. Ему говорит Самуил Он говорит Я Господи. Он понимал, что это Бог говорит. Но что с этим делать Он не знал. Поэтому он думал, что это не Бог с ним говорит. А ему что-то приснилось. Пока его не заклявал Илья И сказал ему Говори То-то и то-то сделает тебе Бог Если ты мне сейчас что-то не расскажешь. Священник сказал Надо побояться его. И он вдруг говорит Ты знаешь, Бог сказал Вот так, вот так и вот так. А священник понял Что это Пророк говорит. Священник понял К чему это Все это было сказано. И он с ним ничего не сделал. Он наоборот поблагодарил Мы должны учиться Слушать Бога. Илья уже не слышал Бога. Он слышал Божьи слова Переданные через кого-то. А нам нужно Слышать через себя. Я напомню, что Когда здесь был Пророк, он сказал Что церковь будет пророческой. Пророки Это люди, которые Имеют очень близкие отношения с Богом. Это не те, которые приходят И говорят Будет вот так Или будет вот так. Нет. Это те, кто имеет близкие отношения с Богом. И это те, кто может Всегда спросить у Бога И он всегда будет услышан. Моисей был великим пророком Но он никому ничего не пророчествовал. Он просто общался с Богом. И он был назван великим пророком. Есть люди, которых Бог посылал Говорят Пойди, скажи Там через 40 дней И небе будет разрушено. Такие пророки даже убегали От лица Божия. Но не в этом смысл пророческого дара. Пророческий дар Это дар, когда мы имеем Близкие отношения с Богом. И я хочу, чтобы мы понимали Что это одна из Еще одна из миссий Каждого из нас Научиться его слышать. Сразу предупреждаю Не у всех это сразу получится. Потому что, глядя на свою жизнь Каждый из нас На который я тоже это проходил Глядя на свою жизнь Мы думаем Бог не со мной Бог отвернулся. И сразу приходит наум Первая глава Исаии И там еще всякие И много других мест Писания Где Бог говорит Я не отверг Я не слышу Вы там Время для меня И так далее. Но я вам еще раз напоминаю Что дьявол знает Библию не хуже нас. Он знает На что обратить Наше внимание. Он даже Иисусу Христу сказал Ну прыгай Ангелы же прилетят И подхватят. Он по Писанию Ведь говорит И с нами Если он Иисуса Пытался таким образом Искусить Нас тоже искусит. Поэтому Когда мы говорим О видении церкви Мы должны видеть Всегда В первую очередь Видение Касательно себя Касательно людей Потому что мы говорили Что церковь Это видение Это в первую очередь Люди А потом Касаться видения церкви Мы не можем Продвигаться Ни на один миллиметр В видении церкви Если мы не будем Держать фокус у людей Здесь была доска Я потом сейчас нарисовал Но постарайтесь себе представить Как мы должны видеть Те кто сидит в этом зале Мы Человек Крест Царствие Божие Не здание В котором человек Под крестом Который может быть Войдет в Царствие Божие А мы Которые смотрим на человека Человек Крест В его жизни Должен быть крест Без креста Нет откровения Потому что Там свершилось Все для этого человека Только после этого Царство Божие Мы не можем видеть Крупные Какие-то там проекты Хотя и без них Тоже не может быть Успешной церкви Потому что Бог хочет через нас Через людей На земле Прославлять свое царство И своими Но пока у нас Нет понимания Миссии Относительно каждого Здесь и здесь Находящихся У нас не будет Неких больших проектов Не будет Бог не даст этого сделать Потому что Человек в его фокусе Он умирал Не за большие Великие здания Он умирал Не за грандиозные Проекты Он умирал Не за BMW Двои самолеты Для перевозки И продуктов В Африку Совсем не за это Он умирал За каждого из нас В его фокусе Человек И это основная Миссия Каждого из нас И миссия номер один Нашей церкви Но одно Служение Нашей церкви Да будет Пока на данный момент Пророчество То есть Познание Бога Я к этому Призываю вас И второе Это реализация Плана на нас Мы не единственные Еще раз говорю Мы одни из тех Кто призван сюда Вести народы И свидетельствовать им о Боге Чтобы они Видели здесь Славу Божию Через наше свидетельство Но мы в этом Не продвинились Пока не будем Реализованы сами Поэтому То что я хотел С вами сегодня говорить Это Ну будем так говорить Первая часть Уже закончена Моей так сказать Речи По поводу того Что за миссия Вторая часть Она очень простая Она называется Ученичество Да И сегодняшняя Наша Сегодняшняя Моя пробка Называется Миссия И ученичество С миссией Я надеюсь Все понятно Надеюсь Донес подробно Ученичество Насколько это Просто Настолько же Это и трудно Но Но я могу вам так сказать Знаете На одном из тренингов Еще в морской Моей практике Я увидел Одну очень интересную вещь Если вы сейчас себе напишите Те кто пишут Два слова Одно под другим Печатные буквы Напишите Просто и сложно Напишите Просто и сложно Одно под другим А теперь посмотрите Внимательно Надавайте слово В слове просто Есть слово Рост А в слове сложно Есть слово Ложное Поэтому Когда мы делаем Все что сложно То это Не от Бога Это от лукавого Мы должны делать Все просто У нас Бог Делал все просто Он сказал и стало Он увидел Что это хорошо Обратите внимание Он не придумывал Схемы Он не придумывал Какие-то там Не знаю Грандиозные проекты Круссели Какие-то По всему миру Чтобы евангелизировать Инопланетян Он просто Сказал и стало Сказал и стало Потому что В этом простота Он общался Смотрите Он общался С людьми Он даже одежду Людям не придумывал Потому что Все должно быть В простоте Люди сами Придумывали себе Одежду Почему Потому что Они захотели Больше Не выглядеть Так как они Выглядят Они застеснялись Написано Открылись у них Глаза На что у них Открылись Чтобы до этого Были закрыты Они что в темноте Блуждают Нет конечно Они просто Увидели стыд В другом человеке Нет В себе Потому что Согрешили Написано Все согрешили Все решены Славой Божией И поэтому И процесс Выхода Из этой ситуации Бог тоже Сделал простым А как он сделал простым Смотрите внимательно Проследите Схожесть момента По какому Обетованию Мы с вами Стали Детьми Божьими По обетованию Авраам Да Мы поверили И это Обменилось Нам в праведность Окей Теперь получается Что Там Бог Заключил Односторонний Завет Чтобы Авраам Было проще Ведь Бог Очень часто Говорит Я не человек Чтобы мне Менять свое мнение Я не человек Чтобы мне Предавать Я не человек Чтобы мне Делать какие-то ошибки Поэтому Он Зная Заранее Что Мы способны Ошибаться Способны Грешить Способны Уйти Не туда Он заранее Говорит Нам Я Сам Все устрою Просто Идите Моими путями Ведь нигде не говорит Прокладывайте Мне пути А я вам Буду Там Экскаваторы Подгонять Нет Он говорит Ходите Передо мной Путями Моими Будьте Непорочны Будьте Святы Потому что Я свят Это же все Просто На самом деле Усложняет Все человек И поэтому Роста Нет Человек Все становится Меньше Я имею ввиду духовно Меньше 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 В конце концов Уходит В озеро Горящее Огнем И серой Но Бог Говорит Я сам Все сделаю Завет С Аврамом Был Односторонний Завет С Давидом Был Односторонний Завет С Сноем Был Односторонний И завет С нами Односторонний Он сам Принес Себя В жертву Он от нас Этой жертвы Не требует Он просит Просто Чтобы мы Умерли Для себя И начали Жить Для него А что Значит Умереть Для себя Это значит Отказаться От собственных Прихотей И я знаю Когда я Задавал вопрос Подожди Я тогда еще Бизнесом занимался Когда я показался Я говорю Подожди Папа Что за дело Это я Значит Вложил Кучу денег Сейчас Чтобы научиться Быть таким Крутым Специалистом И я сейчас Должен Все бросить Типа И ничем Не заниматься Он говорит Тебе нужно Умереть Для себя Я говорю Ну как это Умереть Для себя А как же Королевство Помните Королевство Первых зеркал Его Попа 77 А как же Королевство Мы хотим Чтобы у нас Было свое Маленькое Королевство Свой маленький Свечной Заводик На худой Конец И мы Готовы Ради этого Свечного Заводика Полмира Пройти За каким-то Стулом С сокровищем А Бог Говорит Вот они Сокровища На небесах Уже Приготовленные Для вас Не вами Сделаны И все Серебро И золото Мое Придите Ко мне Написано Вот Взятая пятая Глава Начинается С слов Жаждущие Идите Все К водам Даже И вы У которых Нет серебра Идите Покупайте Ешьте Идите Покупайте Без серебра Без платы Вино И молоко К чему Он это говорит Что всем Обеспечен Всем Только Идите И мы Усложняем Все это И вы знаете Самым Таким Ярким Примером Усложнения Ситуации Был Петр Как вы думаете Петр Понимал Что перед ним Стоит Бог Понимал Да Он ведь это сказал Ему Дух Открыл Что ты Христос Сын Божий Получается Что он Каждый раз Ставил под сомнение Божью волю Иисус говорит Суждено Мне быть Преданным И побитым И умереть Тут говорит Господи Не бывать Этому Минуточку На каком основании Ты это говоришь А он хотел Просто Подействовать Спасибо На волю Божью А не получается Действовать На волю Божью Потому что Бог у нас Суверенный Бог Я думаю Он действовал Как человек Как человек Правильно Ему и Иисус Сказал Потому что Ты говоришь Сейчас Как человек Ты не от Бога Сейчас говоришь И мы очень часто Делаем Все Как бы Вроде Мы понимаем Что это от Бога Ну то есть По Божьим принципам Мы что-то не грешим Там 613 заповедей Соглюдаем Жертву Приносим Ежедневно Но Бог говорит Да нет Не надо Этого всего делать Не надо Есть Другие варианты Их мало Их всего два Один вариант Это Примите Мою жертву На кресте И вы увидите Мою славу А второй вариант Делайте Как хотите Только Всегда будете Вне Во тьме Внешней Где плачет Скрежет зубов И у нас По большей части В жизни Плачет Скрежет зубов Но мы не понимаем Что мы здесь делаем Вообще У меня недавно Было такое откровение Знаете Иисус не зря говорит О тьме внешней Где плачет Скрежет зубов И об озере Горящим огнем И серой Две разные вещи Тьма внешняя Это то Откуда еще Можно вернуться А вот с огненным озером Уже проблемы Тут уже не возвращаются И даже Пересечь границу И видно Тех кто там И тех кто здесь Историю с Лазарем и богатым Помните Видно И Бог не хочет этого Он говорит У меня все просто Вот жертва Которую я принес Написано же Так возлюбил Бог мир Что отдал сына Своего единородного Чтобы всякий верующий В него не погиб Чтобы они живы остались А тут взять и отдать Своего сына На смерть Мученическую Кто согласен Никто не согласен Бог это понимает Да он не создавал нас для этого Он и Аврааму руку остановил Потому что он хочет Чтобы мы были живы Но он говорит Давайте сделаем это просто Доверьтесь мне Потому что смотрите Что он говорит дальше В 55 главе Слова которые вы все знаете Но все еще вы сами Ищите Господа Когда можно найти его Призывайте его Когда вам близко Да оставить Нечестивый путь свой И беззаконные помыслы свои И да обратится к Господу Он и помилует его И к Богу нашему Ибо он многомилостив То есть получается Что если мы творим беззаконие Если мы постоянно Делаем какую-то Какие-то непотребства Мы все еще имеем Возможность вернуться к Богу Смотрите Когда он это пишет Когда он это пишет Он это пишет За 700 лет до рождения Иисуса Христа То есть Вот Когда вчитываешься в эти вещи Ты понимаешь Что Бог действительно Как написано в псалмах Знал все дни мои Когда ни одного из них еще не было Он знал Что я буду творить беззаконие Он знал Что я смогу прийти и покаяться Он это знал Но большинство из нас Есть мысли Которые мы не С которыми мы не можем совладать И дальше он пишет Продолжение Мои мысли не ваши мысли И пути мои не пути ваши Написано Но как небо выше земли Так и пути мои выше пути ваших И мысли мои выше мысли ваших Не имеется ввиду Что он пытается возвеличиться над нами И сказать Вы тут никто А я здесь все Нет Иисус сказал Вы мне братья Друзья Не рабы Он имеет ввиду Что он Знаете Вот В сказке русской народной Высоко сижу Далеко гляжу В других местах написано У нас в сказках Жираф большой Ему видней Почему? Потому что обзор сверху Меняет перспективу Я не буду с вами сейчас экспериментировать На своих тренингах Я заставлял людей встать на стул И посмотреть на окружение И вдруг люди понимают Что это выглядит совсем по-другому А сколько там всего 46 сантиметров разницы А выглядит все по-другому Ты точно знаешь Я-то точно знаю Немного людей Сидящих здесь Имеют 2 метра 5 сантиметров роста Это не умаляет их Абсолютно нет Но поэтому Бог говорит Почему он говорит Имейте веру Божью Потому что вера Вера она включает в себя все Да и видение И ведение И хождение И водительство Все Вы имеете веру Божью Почему? Потому что нам нужно приближаться К пониманию Божьих мыслей Понятно, что мы никогда этого не достигнем И Павел говорит Я не считаю себя достигшим Но мы должны стараться Понимать Что хочет Бог Вот это вот знаменитое What will Jesus do? Что бы сделал Иисус? Мы прекрасно знаем Что бы Он сделал Мы же читаем Евангелие Там все написано Поэтому нам нужно приближаться туда И Бог говорил Здесь же все просто Смотрите Просто отдайте мне все свои проблемы Вот написано Приходите и пейте Никто же вам с вас денег-то не берет Все же просто И Иисусу было тяжело Со своими учениками Потому что один Вообще был предателем А знаете Я один раз подумал А зачем Богу нужно было В свое окружение Добавлять Дьявол Это же не новая тема Обратите внимание Что во времена Иова К Богу приходили Сыны Божьи И среди них был сатана Бог с ним все равно общался Почему? Меня все интересовало Почему? Зачем Богу это надо? Если Он суверенный Если Он все знает, может Он вот так сделает И нет больше сатаны Зачем? Мы все говорим У меня здесь вот написано Бог есть любовь Иллоим уа-ава Я когда этот браслет носил Зачем тут написано Иллоим уа-ава Это же абсолютно Мирское выражение Все и так знают Что Бог это любовь А когда я начал читать Некоторые моменты в Писании Я вспомнил одну цитату Не то что я поддерживаю Сейчас Его учение Нет, Он сильный законник Главное, что Он с Иисусом Это все хорошо Пусть я покажу Все будет хорошо Но у него Правильное учение Было есть Как бы И вот Он сказал Одну такую вещь Ни в одном месте Писания Особенно в Торе Нам Бог не заповедал Любить Маму Папу Жену Детей Он говорит Любите пришельца Любите иноплеменника Любите Иностранца Любите Пришедшего к вам Жить с вами Человека Из другого народа Потому что В чем секрет Иисус об этом тоже говорит В чем секрет Любить свою жену Этому учить не надо Любить свою маму Это априори в нас заложено Потому что мы в близких отношениях находимся Иначе мы бы рядом не находились У нас есть любовь и так К ближнему своему А вот к постороннему Вот придет сейчас сюда человек Не такой как мы Будем ли мы его любить? Не знаю Ученики Иисуса очень не полюбили Самаритян А она быстрее всех распознала Кто перед ним Перед ним стоит А они такие евреи крутые Знающие Пророков Моисея пророков Которые говорили Мы нашли того О ком писал Моисея пророков Что-то не распознали сразу И самый бунтарь из них Как раз сказал Ты и Христос Сын Бог А это за пять секунд За пять секунд Вот так И он-то ей в общем-то И не рассказывал И диплома не показывал В окончании школы Мессии Он просто говорил вещи Которые попадали напрямую В ее сердце И через пять минут Ее разговора с ним Она поняла И пошла и евангелизировала Весь город Вот это ученичество Когда человек Вникает В Слово Божие Понимает его И несет его дальше И это просто Это просто Поэтому ученичество Должно быть простым Об ученичестве В послании В Евангелии От Иоанна Тринадцатая глава Пятьдесят пятый стих Тринадцатая глава Пятьдесят пятый стих Там написано Посему узнают Что вы мои ученики Что будет любовь между вами Как у вас написано? Наверное Нет, не пятьдесят пятый Не можно написать Там не пятьдесят пятый стих Наверное тридцать пятый Короче Написано Посему узнают Ну проверьте Тринадцатого глава небольшая Сколько? Пару страниц Тридцать пятый Тридцать пятый Посему узнают Что вы мои ученики Что будет любовь между вами А что такое любовь? Как вы считаете? Диалог давайте А то что-то мы Глубились в чтение Библии Что такое любовь? Если мы уже знаем Что это Иисус сказал Иисус сказал Да будет любовь между вами Что такое любовь? Есть описание Четкое Что такое любовь? Нет Это в Коринфянам Потом написано Я говорю Иисус сказал Так узнают Что вы мои ученики Что будет любовь между вами Что он имел ввиду По словам Любовь между вами? Взаимопонимание А они все были Взаимопонимание Я что-то помню Что там Еврейские имамы Две пришли И начали уговаривать Иисуса Кто по правую Кто по левую руку Я был там Взаимопонимание Тридейский судья понадобился Никто не понимал Что Иуда сорвался После первого Пуска хлеба Побежал куда-то Нигде не написано Взял Он у него с собой казну Но побежал Никто ничего не понял А что думаете Ученики Которые остались Внизу Под горой Товору Ждать Иисуса С тремя своими Учениками Петром Ивановым И Яковым Они что Не завидовали тем Кто с ним пошел Завидовали Конечно А для чего Он все эти эксперименты С ними проводил Укрепить Укрепить В чем В какой Что такое любовь Я вам скажу Что такое любовь Он ее явил В Иисусе Христе Любовь Это принять Любого человека Таким Какой он есть Но не позволить Ему таким Остаться Обратите внимание Обратите внимание Вложил ему Пальцами В ладони Сказал Блаженны вы Увидевшие И уверовавшие Но более блаженны Те кто не видит Почему Потому что он Провозгласил Закон Царства Божьего Закон Царства Божьего Говорит о следующем Сатана Не был Испепелен Там же на месте Люцифер Я имею ввиду Со своим Третью ангелом Которых он уволил Он был Низвергнут С небес На землю Хотя его Бог мог уничтожить Вот так Но он Остался Сыном Божьим Хотя нарушил Закон Нарушил Правила Дома Отца И он До последнего Дня Будет Его Его Отцом Он до последнего Дня Будет Его Сыном Да Он Понесет Своё Заслуженное Наказание Почему Иисус Говорил Что Блаженны Вы Те Кто Там Поним Имеющие Ухо Слышат Там Те Услышали И поняли Что Если Они Сейчас После Того Как Увидели Будут Дальше Жить С той Жизнью Как И То Этого То Царство Божье Не Видать Как Своих Ушей И Вы Знаете Точно Как У Дьявола Нет Возможности Покаяться Апостолы Понимали Что Скорее Всего И У Них Нет Возможности Покаяться Почему Петр Ушел Рыбу Ловить Потому Что Он Видел И Усомнился Помните Там Написано Что Пришли Горе Увидели Иисуса А Некоторые Усомнились В чем Усомнились В том Что Это Иисус Нет Они Уже Видели Они Усомнились Что Они После Того Что Устроили То Сбежали От него Смогут Быть Прощены А Он Им Говорит Ах Вы Вот Такие Секи Он Говорит Идите А С ними Обращался Так Как будто Вообще Ничего Не Было Монтаж В фильме Сделали Вот Этот Момент Предательства Вырезали И Ничего Не Изменилось И Он Говорит Поэтому Вы Блаженны Но Более Блаженны Те Кто Не Видели И Уверовали Мы Не Видели Иисуса Христа В Плоти Здесь Сходящем По Земле Но Мы Видели Его В Нашей Жизни Как Он Действует И Мы Уверовали И Поэтому Мы Более Блаженны Чем Апостолы Нам Тяжело Идти За Невидимым Богом Поэтому Мы Создаем Процесс Ученичества Здесь Апостолы Понимали Например Павел Понимал Что Никакой Тимофей Сам По Себе Не Покается Ему Нужно Донести Он Как Слышать Беспроповедующего Мы Должны Проповедовать Но Проповедовав Евангелие Мы Не Можем Оставить Человека Вариться В собственном Соку Мы Должны Его Дальше Наставлять Поэтому У него Есть Послания К Тимофе Он Его Обучает У Него Есть Какие Другие Послания К Другим Церквям Он Обучает Это Ученичество И Обратите Внимание Что Он Все Упрощает До Минимума Это Конек Павла Упростить Все Должно Все Сложность Лож Лож Ложность Окей Поэтому Нам Нужно Ученичество Свое Выстраивать На Процессе Простоты То Есть Нам Нужно Простое Евангелие Нам Нужны Простые Действия Нам Нужны Простые Какие-то Простые Проявления Любви Простые Нам Не Нужно Выворачиваться Наизнанку Для Того Чтобы Проглядывать Евангелие Потому Что Иисус Об этом Заявил Еще До Того Как Апостолы Стали Апостолами Он Сказал Птицы Имеют Гнезда Лисы Имеют Норы А у Сына Человеческого Нет Камня Чтобы Голову Приложить Пойдите И Посмотрите У него Все Было Просто И Он Говорил Когда Придете Зайдите Говорите Мир Дому Сему Если Примут Вас Живите Там Не Примут Отряхните Прах Снов Идите Дальше Не Прикипайте Ни Чему Мы Пытаемся Делать Учеников Вот Так Смотиться У него Пиявка Вцепиться И Давай Я Буду Учеником Делать Не Получится Потому Что Мы Иначе Делаем Своими Учениками А Нам Надо Их Делать Учениками Иисуса Христа И Тогда Это Будет Просто Потому Что Здесь Есть Инструкция Здесь Есть Инструкция Как Как Делать Как Делать Людей Учениками Людей Зато Целых Треть Книги Написано Как Делать Людей Учениками Иисуса Христа И Вот Здесь Должна Быть Любовь Мы Должны Принять Человек Какого Он Есть Но Не Говорят Он Не Может Быть Учеником Иисуса Христа Потому Что Он Курит Не Знаю Я Видел Проповедников Которые Проповедовали Евангелие С сигарой В руках За кафедрой И Вы Знаете Покаялись Тысячи Людей Вы Что Думаете Он Сейчас В аду Этот Проповедник Нет Потому Что Ну Курение Это Конечно Грех Потому Что Зависимость Но Это Не Значит Что Он Не Может Быть Учеником Иисуса Христа Он Не Должен Хотеть Оставаться Таким Как Он Есть А Это Произойдет Никогда Мы Ему Заставим Скажем Так Ну Бросай Курить Быстро В Ребцентрах Некто Так Дел Бросай Курить Он Должен С Богом Стреться А Бог Является Людем По-разному Кому То Является В В В Человек Знаете Есть Такой Один Парень Не Буду Называть Его Называть Его Имя Иисус Христос Пришел К Нему В виде Бывшего Наркомана Понятно Что Это Не Иисус Христос Пришел Это Пришел Бывший Наркоман И Когда Тот Сидел Со Шприцом В руках Тот Говорил Ну Куда Шприц Тебе Не Этот Наркотик Нужен Я Тебе Другой Дал Библию Что Думайте Он После Шприца Не Укололся Себе И Делать Учеников Иисусу Христу Мы Призваны Делать Людей Учениками Иисуса Христа Для Этого Нам Нужно Эту Инструкцию Хорошо Знать И Здесь Все Очень Просто Как Сделать Учеников Иисус Читаем Инструкцию У нас же Как В Советском Союзе Инструкцию Читает Если Уже Ничего Не Помогает Ну Да Но По большей Части Если Ничего Не Мы читаем Инструкцию Закон Мерфи А нам Нужно Читать Инструкцию До Этого Нам Будет Проще Работать Помните Что Мы Когда Делаем Что-то Для Себя Мы Усложняем А нам Надо Упрощать Аминь Поэтому Подводя Итог Первое Мы Конечно Должны Стремиться К Более Высоким Достижениям Как В собственной Жизни Так И В жизни Церкви Но Не Ради Себя А Ради Христа Это Безумство Ради Христа Да Потому Что Провозглашает Там О Каких То Грандиозных Проектах Мы В глазах Других Будем Выглядеть Безумцем Знаете Если Бо Десять Лет Назад Кто Нибудь Знал Чем Вся История Закончится Покаялись Сегодня Десять Лет Давайте Не Десять Лет Раньше Позже Ближе К Делам Если Сказал бы Известные Нам Не будем Называть Имена У нас Будет Собственное Здание В А Они Посмеялись И Сказали бы Конечно У вас Будет Собственное Здание А Сегодня Он Говорит У нас Есть Собственное Здание Прошло Там Если На моей Памяти По Года Четыре С Момент Как Он Это Объявил У Низ Есть Собственное Здание И Никто Уже Не Смеется Когда Он Христа А Сегодня У них Есть Собственное Здание А Еще Есть Человек Который Приедет Сюда Вы С ним Встретитесь В среду Как Уже Таня Говорил Он Тоже Когда То Был Безумцем Ради Христили Уже Никто Не Смеется Потому Что У них Собственное Здание Грандиозное Здание Просто Построенное Собственными Руками По Благодати Божьей Где Бог Высвободил Финансы О Которых Раньше Мечтать Никто Не Мог Просто Даже В Самой Розовой Своей Мечте Не Мог Мечтать А Сегодня Камчат Куда Только На Оленях Можно Долететь Вот Это Называется Безумным Ради Христа Но Почему Они Достигли Этого Потому Что Они Хотели Собственных Зданий Они Хотели И Я Хочу Чтобы У У У У У У Собственное Здание Но Мы Туда Не Войдем Никогда Если У Нас Центр Не Будет Стоять Человек И Ученичество Иисуса Христа Вот Это То Чем Мы Должны Стрелить И Они Не Ограничивали Себя Человеческими Мог Мечтал Помчить Сто Процент Поэтому Давайте Будем Стремиться К тому Что Мы Будем Держать Перед Глазами Видение Огромное Видение Бог Каждому Из вас Откроет Как Это Должно Выглядеть И Мы Увидим Потом Можете Себе Даже Записывать Что Когда Мы Придем К Этому Моменту Все Что Вы Себе Записали Все Что От Бога Было Обдано Совпадет На 100% У всех А Может Даже И Больше Но Мы Должны Мыслить Глобально Но Действовать Тут Локально Послушайте В Ришине 250 Тысяч Человек Из которых Почти 120 Тысяч Это Русскоязычные В Ришине Находится Если брать Все церкви Живого Израиля Наверное Ну 10 Церквей Это Вообще Капля В море Капля В море Здесь Работать И Работать Поэтому Наша Задача Идти К людям И показывать Им Там Христа И делать Из них Учеников Иисуса Христа И Приводить Их Сюда И Дарить Им Любовь И В этой Любви Бог И Им Откроет Это Видение Со Времени И Тогда Мы К Этому Видению Приблизимся Бог Не Даст Нам Неких Зданий Пока У нас В центре Нашего Фокуса Не Будет Человек Потому Что Это Здание Строится Не Для Удовлетворения Наших Собственных Амбиций А Для Людей Которые Будут Туда Приходить Это Не Музей Для Святых Это Бандица Для Грешных А потом Придут Народы Посмотреть Как Мы Это Делаем Потому Что Никто Не Верит Вот Пожалуйста Моя Жена Святой Человек В Боге Который Приехал Сюда И Говорит Как Так Евреи Верят В Иисуса Христа Не Не Может Быть Потом Раз Одного Увидела Другого И Слушай Евреи Верят В Иисуса Христа А У меня Вообще Непонятно Что такое Еврей Не Верующий Это Нонсенс Но Еще И Не У Иисуса Христа Это Вообще А Когда Читаешь Библию Тут Написано Почему Потому Что Это Покрывало Моисея Что Там Хан Рассказывает Покрывало Разрывает На Служение Чтобы Снять Пелену Чтобы Открыть Истину Людям Но Это Конечно Все Образно И Метафорично Нам Нужно Показывать Иисуса Своими Действиями Получится Львов Всегда Круто Не Получится Круто Но Бог Сделает 90% Нашей Своей Работы Через Нас А не Мы 90% Это 10% Мы Будем Молиться За Ученичество Я Призываю Вас